Всем огромный привет! Ничего себе! Зубы-то у меня в помаде! Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня речь, видео пойдет о пустых баночках, а не о моем парике. Его я надела специально для того, чтобы показать вам, насколько мне не идет белый цвет. Это при том, что у меня такой яркий-яркий макияж. В инстаграм постоянно обсуждаем, кто блондинки, кто брюнетки, кому что идет, кому что не идет. Лично я считаю, что белый цвет мне совершенно не идет. Решила показать, собственно. Это еще учитывая то, что у меня достаточно интенсивный макияж. Если я не накрашена, я с белым цветом вообще как моль. Была я однажды такого цвета. Поэтому про пустые баночки. Так привычнее, не правда ли? Ну и давайте перейдем к пустым баночкам. Мне сегодня очень многое, что вам нужно показать и рассказать. Начнем? Я начну вот с такого средства от фирмы L'Oréal. Совершенно сияние, экстраординарное, очищающее масло для лица. Моментально удаляет даже водостойкий макияж. Питает, придает сияние, оставляет жирные пленки для лица и глаз. Задумка средства понравилась, что вот оно такое масляное масло, как будто умываешься маслом. Но мне не понравилось качество. Потому что не то, что водостойкий макияж, даже элементарную тушь, абсолютно не водостойкую, которая, в общем-то, другими средствами без проблем удаляется, это средство размазывает по лицу вот такими большими-большими черными кругами. Поэтому им приходится, ну, минимум два раза умываться, чтобы вообще хоть что-нибудь смыть. Поэтому задумка хорошая. Я думаю, что масла, которые предназначены для того, чтобы смывать водостойкий макияж, должны быть, все-таки, наверное, более качественными. Если мне когда-нибудь еще встретится подобное масло каких-то других фирм, или если вы знаете такие масла, которые хорошо удаляют, ну, пусть не водостойкий макияж, но хотя бы тушь, то обязательно поделитесь со мной в комментариях. Я буду очень-очень рада. Это масло вряд ли второй раз буду покупать. Следующее – это очищающие полоски для носа от фирмы Пропеллер. Вот такие вот классические мне понравились больше, чем с экстрактом зеленого чая, что ли, другая там упаковка у них. Вот с экстрактом зеленого чая или просто с зеленым чаем, точно не помню, мне не понравились. Вот эти классические классные. Хоть и не полностью удаляют черные точки с носа, но удаляют довольно качественно, и после очищения этими полосками нос становится гладенький-гладенький. Я вот на носу удаляю и пополам разрезаю эту полосочку, еще на подбородок клею. Кожа такая гладкая-гладкая становится какое-то время, конечно, потом все черные точки возвращаются снова, но, по крайней мере, эффект я заметила. Вот эти понравились очень. Ну, и тем более цена у них довольно бюджетная, незатратно. Следующее, что у меня закончилось, это очередной карандаш от фирмы Тони Молли. Вот так вот называется. С одной стороны карандаш, с другой стороны кисточка. Карандаш, как вы видите, уже закончился, с другой стороны кисточка. Уже неоднократно показывала, поэтому особенно останавливаться не буду, скажу лишь одно. Это просто шикарная вещь, находка года этого, случайная находка этого года. Это водостойкий карандаш, который не стирается, если вы вдруг заденете свою бровь, не стирается, если вы вдруг решите надеть шапку, а сейчас у нас скоро зима, не стирается, если вы даже намочите водой. То есть только со средством для снятия макияжа. Держится просто потрясающе. Еще очень красивый коричневый цвет. Сейчас тут капельки, может быть, капелька у меня тут осталась. Очень красивый, нежный коричневый цвет. Я думаю, что очень хороший карандашик был бы для блондинок или для девчонок, у кого похожего цвета волосы, такой чуть-чуть с рыжиночкой. Супер карандаш, обязательно буду покупать его снова. Следующее, что я выбрасываю, это вот такой вот тюбик от белорусской туши фирмы Reluie. Пышные листички, тушь для ресниц с экстрактом розы. Она у меня закончилась, покупала ее в Белоруссии, купила совсем недавно в нашем белорусском магазинчике. Мне показалось, что тушь другого качества. Она более сухая, не делает настолько прям вот эффект накладных ресниц, как делала вот эта вот тушь из Белоруссии. Может быть, с моими ресницами что-то не то. Может быть, формула туши была изменена. Многие девчонки, кстати, мне писали, что действительно раньше эта тушь была лучше. Кисточка классная. Я очень люблю такие силиконовые небольшие кисти. Если вы живете в Белоруссии, то, скорее всего, вам очень повезло, потому что вы можете купить эту тушь. Ну, тушь классная, правда. Вот она была год назад, я покупала прям одна из самых-самых лучших тушей. Но кто меня смотрит, давно уже просто, знаете, все уши прожжала. Следующее, что у меня сегодня такое, видите, игривое настроение. Следующее. И еще одна вещь, которую я уже неоднократно показывала. И в ближайшее время я сяду записывать видео для моего второго канала детского. Покажу и там, и здесь тоже вам покажу. Это детский специальный защитный крем от фирмы Бюбхен. Что сюда входит? Экстракт ромашки, рыбий жир и пантенол. Вот так вот он выглядит. Почему показываю на этом канале? Дело все в том, что мало того, что этот крем предназначен для малышей. По-моему, тут от рождения, если меня память не изменяет. Также этот крем рекомендован и для кожи взрослых людей. Если у вас кожа сухая, этот крем... Для меня он сейчас просто спасение. У меня очень сухая кожа рук стала, ну, в связи с погодой такой непонятной, то холодно, то не холодно. Очень сухая кожа лица. Меня не спасает, в общем-то, ни один крем для лица. Пользуюсь вот этим вот детским кремом. Стоимость его... Я его первый раз за 280 рублей покупала, а вот последний раз покупала за 180. Я не знаю, с чем связана такая разница в цене. Кожа увлажняет. Просто потрясающе. Кожа становится просто бархатная. На руках отлично. Эффект вообще отличный. На лице ощущение жирности. Он довольно плотный крем. Я его просто даже сейчас, наверное, здесь я уже просто все дожала. Наверное, да, не выдавлю ничего. На лице эффект плотного крема сохраняется буквально в течение пяти минут. После он полностью впитывается, и ощущение бархата. Никакой пленки, никакого дискомфорта абсолютно не доставляет. Кроме того, тут, как я уже прочитала, рыбий жир в составе, но очень приятная отдушка, которая этот рыбий жир перебивает. Поэтому, если уж не сильно принюхиваться, то запах рыбьего жира вы, скорее всего, даже не почувствуете. Просто суперский крем. Я вам советую. Тем более, у него не дорогая цена. Просто купите, попробуйте. Реально классно. Сейчас вот просто как будто я рекламирую фирму Бюкхен. Да, это, кстати, крем не на обзор. Жалко. Я бы не отказалась, если бы они решили что-нибудь призвать. Следующее. Следующее. Это вот такая миниатюра от фирмы Авены. Это молочко для снятия макияжа. Очищающее молочко. Я вам его показываю только потому, что оно мне безумно-безумно понравилось. И я хочу купить его в полном объеме. Если не забуду, зайти в аптеку обязательно куплю. Мне понравилось. Я вообще не люблю молочко, вот что касается снятия макияжа. Но вот это, это даже не молочко, а как крем. Вот наносится реально как крем. И очень хорошо, без проблемно снимает макияж, по крайней мере, на моем лице. И даже тушь довольно быстро с ней справляется. Поэтому очень довольна. Кожа не пересушивает. Вот как бы вам показать-то? Я даже просто не буду каверкать тут название. Давайте я, может быть, потом под видео, если не забуду, полное название вставлю. Вообще, мне расскажите, как вы относитесь к фирме Авена. Потому что все вот это вот мне доставалось в каких-то коробочках. Глэмбокс, Эльбокс. И девчонки, которые эти коробочки заказывали, все время жалуются. Опять Авена, Авена. В общем, классная вещь. Правда, вот с удовольствием купила. Следующая покупала в подружке фирма Кокетка. Краска для бровей и ресниц. Вот так вот она выглядит. Черного цвета. Брови я свои крашу, потому что они у меня, в общем-то, белые. Кое-где тут еще остатки татуажа старого. Но сами волоски у меня белые. Поэтому, как бы я их там карандашом не закрашивала, волоски вот эти все равно прозрачные. Приходится их там, ну, хотя бы раз в полтора-два месяца краской прокрашивать. Краска мне эта не понравилась. Вот насколько могла мне не понравиться краска, настолько мне эта краска не понравилась. Я ее нанесла на брови, подождала время, которое здесь указано, смыла краску с бровей. И, собственно, они у меня как были светлые, так и остались. Ни на коже у меня краски не осталось, ни волоски какие-то у меня, знаете. Ну, нет, они стали по серии, ну, до черного там. Поэтому, в общем, короче, вот эту краску я бы вам не советовала. Следующий. Гель для душа. Сибирское здоровье. Бережное ощущение, ощущение свежести. Антибактериальная защита. Очень хороший состав. У меня еще есть средство для умывания. Его еще даже не открывала, не пробовала. Вот этот гель для душа мне очень понравился. Он хорошо смывается, кожу не сушит. У него аромат такой, знаете, приятно, ненавязчиво, травянистый. Я бы вот так вот сказала. То есть никаких там, если вы не любите ароматы от душки печенек, пирожных. Стоимость, по-моему, около 200 рублей. Если я не ошибаюсь, мне гель подарили. Я в интернете его тогда искала. Классный гель, правда. Если действительно здесь такой хороший состав, то прям вообще супер-супер вещь. Следующее, что я вам хочу показать. Уже давным-давно не показывала. Это L'Oreal Eceph. Полное вставление секущихся кончиков. Реанимирующий бальзам против секущихся кончиков. Что я могу про него сказать? Пожалуй, из бюджетных, я уже говорила давным-давно, когда я только открывала канал про этот бальзам. Из бюджетных средств для очень поврежденных волос это практически идеальный бальзам. С кучей силиконов. Конечно, ничего он там не реанимирует. Как были у вас секущиеся кончики, так они и останутся. Потому что силиконы могут только поспособствовать секущимся концам, даже если у вас их и не было. Но у меня очень поврежденные концы волос, как я все время в каждом видео про волосы говорю. Поэтому для меня только такие средства. Если у вас неокрашенные волосы, лучше такими вот силиконами их не травить. Ну и тем более может оказаться такой, знаете, в итоге эффект, ну, не домытых, не промытых волос. Если очень сильно поврежденные волосы, если волосы блондированы, если волосы с милированием, вот это вот супер средство для того, чтобы их расчесать. Следующее, что бы мне хотелось вам показать, покупала два баллона вот такой вот термальной воды от фирмы Sunny Day. Отвратительная термальная вода. Потому что я вообще такое, честно говоря, первый раз встречаю. Наносишь ее на лицо, и лицо начинает жечь, щипать. С ним происходят какие-то просто метаморфозы. Я не знаю, что налито в этот флакон, вместо, вернее, термальной воды для лица и тела. Но пользоваться я, конечно, дальше после таких ощущений на лице не рискнула. Что я, ну, жалко же выкидывать все-таки, знаете, два баллона купила, это же не хухры-мухры. В общем, короче говоря, обрызкиваю этой термальной водой свои комнатные растения. Я вам сейчас покажу, что с ними стало. Мои бедные растения покрылись вот такой вот штукой. Какой-то налет. Он, конечно, оттирается. Ой, упала. Он, конечно, оттирается. Но все равно как-то очень странно. Я попробовала брызгать другой термальной водой, и такого эффекта не остается. А тут вот прям даже, знаете, жалко. Вот видите, вот даже, кстати, отваливаются. Это, конечно, не помидоры, но отваливаются. В общем, на лице, я думаю, что, наверное, точно так же себя ведет эта термальная водичка. Между прочим, очень многие мне писали, что у них тоже такое вот ощущение жжения после этой термальной воды. Так что, естественно, вам советовать ее не могу. Следующее. Это вот такой вот ополаскиватель для рта от фирмы Листерин. У меня в данном случае уничтожает бактерии, этот бальзам, уменьшает зубной налет и освежает дыхание без спирта. Нравится мне это средство больше, чем, например, колгейт. Я купила, вот до сих пор мучаюсь, полоскаю рот, думаю, выкинуть его, что я мучаюсь. Купила опять Листерин. Так что вот, ну, конечно, к косметике-то мало отношений иметь, но вдруг вам пригодится. Следующая пустая баночка. Это фирма Естун. В данном случае у меня закончился кондиционер для волос. 99% натуральных ингредиентов. Он просто чудесно пахнет. Серия Морковкина, как вы видите, чудесно пахнет. Волосы после него очень блестят, они очень увлажненные. И этот бальзам можно как самостоятельно, мне кажется, использовать, так и вкупе с шампунем из этой серии. Потому что шампунь прям, он прям жестоко очищает. Волосы прям скрипят, спутываются, прям вот все в таком состоянии потом, что без бальзама кондиционер, конечно, очень сложно. На самом деле этот кондиционер очень похож на маску. Если подержать его чуть дольше, эффект прям такой увлажненности, напитанности. Стоимость, конечно, не бюджетная, но его хватает надолго. И огромный, как вы видите, такой флакон 500 мл. Ну а если тут действительно 99% полезных натуральных ингредиентов, то почему бы мне не купить его в следующий раз? Следующее средство, которое я вам хотела бы показать. Гель плюс лосьон, двойное действие, маракуйя от фирмы Фа. Использовала я его как средство для мытья рук, потому что я подобными не пользуюсь. Даже не знаю, откуда мне взялся, наверное, может быть, кто-то подарил. Аромат приятный. Мне кожу рук сушит. Ну, мне не только это средство сушит, мне и мыло сушит. И вообще любые средства, которыми я мою руки, кожу моих рук очень сушит. Поэтому не знаю, не советовать вам, не советовать. В общем, вот такая вот история. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая штука. Я не могу точно вспомнить, показывала я ее или не показывала. Вполне возможно, такой вариант, что я показывала и засунула опять в пустые баночки. Но еще разочек. Это мятные травы, это органик шоп, пенящиеся масло для душа. Выглядит как масло при попадании, допустим, на руку выдавливаю немножечко масла. При попадании воды она начинает пениться. Ну, не той пеной, как вот там геля для душа вот пенится. А такой вот, какой-то молочной пенкой такой. Средство приятное. Единственное, стоит учесть, что оно с кожи смывается довольно долго. Ну, как масло. Вот так же долго смывается. На любителя. Покупала я это средство очень дорого, но это просто, ну, просто вот. Стоит она, мне кажется, в районе 200 рублей, я их за 400 купила. До этого покупала за 200 рублей, соответственно, то же самое. Но я люблю, понимаете, как-то купить в три дорога. Я же человек умный. И следующее, что я вам хочу сказать и показать, это вот такая вот штука, миниатюра от фирмы Lancome. Это тоник, который мне присылала еще тысячу лет назад Ксения Тель-Ви. Он у меня стоял, я тониками не часто пользуюсь. Стоял, стоял, а тут я решила им попользоваться. На неделе-полторы им пользовалась. Классная вещь. Не стягивает кожу. Ощущение чистоты на лице. У меня есть еще такое же молочко, но молочко, как я уже говорила, я не люблю. И она мне не понравилась, и мне не понравилась, как она очищает кожу, мне не понравилась, как она снимает макияж. И вообще ощущение, просто после молочка мне понравился. Тоник классный от Lancome. Наверное, вряд ли я буду покупать полноразмерную версию за ту цену, за которую она продается, потому что просто не очень люблю тоник. Я так, в принципе, если бы часто пользовалась, скорее всего купила. Ну вот, пожалуй, и все с пустыми баночками покончено. Наконец-то я их выброшу. Оставляйте свои комментарии под видео. Обязательно все читаю и стараюсь на все-все отвечать. Кстати, девчонки, кому на комментарии не отвечаю, посмотрите в настройках. Очень часто вижу такое, что открою комментарий, ответить на него не могу. Что-то у вас там с настройками. Посмотрите обязательно, потому что очень часто хочется сказать вам просто спасибо за приятные слова. На сегодня все. Увидимся в следующих видео. Я на этом надеюсь, по крайней мере. Пока.